Лоскутное шитье – один из традиционных видов народного творчества, у которого давняя история, глубокие корни. Как художественная работа, шитье из лоскутов по сути своей очень близко к древнему искусству мозаики. Одеяло. Гелия Маура. Шила бабушка внучатам из лоскутьев одеяла. В сундучишке небогатым разбирала, узнавала. Вот горошек старой шторки, вот остаток покрывала, вот кусок от гимнастерки в ней когда-то воевала. В этом радостно плясала, в этом сильно горевала. В небольшое одеяло жизнь нелегкая вместилась. Давайте попытаемся разобраться, что такое лоскутное шитье, как оно появилось. Послушайте притчу о лоскутном шитье. Одна женщина пришла к мудрецу и говорит «Учитель, все у меня есть, и муж, и дети, и дом полная чаша, но стала я думать, зачем все это? И жизнь моя развалилась, все не в радость». Выслушал ее мудрец, задумался и посоветовал попробовать сшить свою жизнь. Ушла женщина от мудреца в сомнении, но попробовала. Взяла иголку, нитки и пришила лоскуток своих сомнений к клочку голубого неба, который видела в окне своей комнаты. Засмеялся ее маленький внук и пришила она кусочек смеха к своему полотну. Так и пошло. Запоет птица и еще один лоскуток добавляется, а видят до слез еще один. Из лоскутного полотна получались одеяло, подушки, салфетки, сумочки. И все, к кому они попадали, чувствовали, как кусочки тепла поселялись в их душе. Им уже никогда не было одиноко, и никогда жизнь не казалась им пустой и бесполезной. Шитье из лоскутков часто принято называть на английский манер – квилтом или пэтчворком. Но в России данный вид рукоделия часто называют техникой лоскутной мозаики или лоскутное шитье. У лоскутной мозаики, как творчества, все больше поклонников во всем мире. И в нашей стране тоже. Со стороны порой кажется непонятным, что же заставляет людей кропотливо трудиться и день, и ночь над небольшими кусками ткани, постепенно превращая в художественное полотно. Но волшебный мир ткани и цвета, лоскутки, похожие на драгоценные камни, захватывают воображение. Стоит только взять в руки кусочки ткани, ножницы и иголку с ниткой. История лоскутного шитья прослеживается с давних времен. И с момента своего создания эта техника полюбилась во многих странах и прочно вошла в жизнь людей. Говоря о лоскутном шитье, имеется в виду не только домашнее хобби – покрывало, подушки, коврики, но и коллекция именитых дизайнеров, которые успешно используют петчворк в своих работах. В музеях мира не найти лоскутного одеяла хоть сколько-нибудь солидного возраста – тысячу или хотя бы 500 лет. Но это не потому, что искусство создания изделий из обрезков ткани молодое. Наоборот, оно возникло, скорее всего, тогда же, когда люди научились шить. Но все, что создавалось в результате попыток дать кусочкам материи вторую жизнь, интенсивно использовалось во вседневной жизни, для чего и было создано. По найденным древнеегипетским изображениям удалось определить, что навыками такого шитья из кусочков кожи владели еще при фараонах. То есть время возникновения этого вида творчества может быть как минимум четвертое тысячелетие до нашей эры. В Национальном музее Каира выставлен образец орнамента, материалом для которого послужили кожаные фрагменты шкуры газели. Ученые датируют его 980 годом до нашей эры. В музее города Токио хранится старинный наряд аналогичного возраста с лоскутными узорами. В Европе лоскутная техника появилась, как отмечается в некоторых источниках, не позднее V века. Но относительно распространенной она стала спустя несколько столетий, когда на Ближний Восток отправились отряды крестоносцев. То есть предполагается, что лоскутная техника шитья могла быть перенесена в европейские раны именно из Азии. Таким образом, история лоскутного шитья достаточно древняя. В 1920 году английским археологом Штейном был обнаружен буддийский ковер, относящийся примерно к IX веку, сшитый монаховне из множества кусочков одежды паломников. Затем, в конце XVIII века, переселенцы из Англии, Голландии и Германии привезли технику лоскутного шитья в Америку, где она была значительно усовершенствована и превратилась в национальный вид творчества. Позже квилтинг стал традиционным видом искусства в Америке. Согласно обычаю, приданная невеста должно было включать в себя 13 одеял в стиле квилт, последний из которых изготавливалась после помолвки девушки, содержала в себе эффектный орнамент из почти 700 разноцветных ромбов. Искусство лоскутного шитья переняли коренные американцы, индейцы, и уже потом включали лоскутные изделия со своими оригинальными узорами в ритуалы племен. Период Великой депрессии в Америке 30-х годов отодвинул уже ставший национальным видом творчества пэтчворк на дальний план. Это связано с тем, что ткани почти не поступали в продажу и были непосредством большинству жителей страны. Популярность в эти годы приобрела одежда, выкранная из мешков для продуктов. Получается, что период популярности лоскутного шитья совпадали с периодами экономических трудностей в той или иной стране. Действительно, чаще всего из лоскутов шили скорее вынужденно от бедности. Стесненность в средствах толкнула рукодельниц на создание этого стиля. Но они в то время и не догадывались, что в будущем возникнет целое искусство, основанное на аккуратном сшивании одежды и предметов быта из маленьких разноцветных кусочков ткани. Тогда бережливые хозяйки годами собирали обрезки ткани, оставшихся после раскроя, или целые фрагменты от износившейся одежды. Таким способом пополняли свой гардероб жители многих стран, возможно, даже независимо друг от друга. То есть каждый народ, вполне независимо от других, приходил к идее лоскутного шитья просто потому, что при нехватке материалов и средств для их приобретения это было разумным выходом из положения. Из остатков ветхой одежды или обрезков, которые оставались после шитья, сооружали и одеяло и новые предметы одежды. Лоскуты, подобранные так, чтобы получился узор, становились украшением рубахи или юбки, часто единственным. Постепенно техники лоскутного шитья совершенствовались в руках мастериц, превращаясь в настоящие шедевры. Рукодельницами были разработаны целые методики и разнообразные приемы в исполнении своих работ. Несмотря на то, что сшивание изделий из лоскутов требовало немало усилий, множество женщин состворили свои произведения искусства. В нашей стране упоминания данной техники встречаются с 19 века, с поступлением в продажу заморского дожагостоящего сица. Своего расцвета это искусство достигло в конце 19 века, что связано с началом развития производства сица машинным способом на мануфактурах и повсеместным распространением тканей из хлопка с набивным рисунком. В России крестьянская одежда, простая льняная рубаха, имела цветные вшитые проймы, вставки на груди, иногда цветное плече, обшитые орнаментом воротнички, и вышитые подолы, часто с аппликациями из материалов другого цвета, в основном красного. Экономные хозяйки умудрялись из малейших ситцевых клочков, оставшихся после раскроя одежды, собирать множество полезных изделий и одеяла, и занавески, и коврики, и подушки, и многое другое. История лоскутного шитья в нашей стране традиционно сводится к технике деревенских узоров. Немудреной мозаики из треугольников, квадратов, полосок и контрастных вставок яркого цвета. Наиболее интересными и применчательными можно назвать объемные технологии, характерные для русского шитья. Ткань ценилась во все века, и человеку было свойственно украшать свой быт и одежду. А лоскуты, имевшиеся в каждом доме, тоже способствовали творческим изысканиям. Хозяйки не просто сшивали лоскутки, а стремились делать это искусно. Придумывали узор, в композицию подбирали детали по форме и цветовым сочетаниям. В 20 веке, а именно в 70-е годы, произошел новый всплеск моды на одежду и украшение интерьеры в фольклорном стиле, на волне которого возродился интерес к данной технике. Этим видом народного творчества заинтересовались музеи, которые начали собирать образцы изделий. В результате появились целые коллекции шедевров народного прикладного искусства, что неудивительно, ведь история лоскутного шитья насчитывает многие десятилетия. Охранятся они во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства Москвы, Государственном русском музее Санкт-Петербурга, Музее Ивановского сица и множестве городских краеведческих музеев. В Рязани в сентябре 2021 года появился первый в России музей лоскутного шитья. Он называется музей-мастерская «Шили-были», который был создан на средство регионального гранда, предоставленный в рамках создания объектов туристического показа в Рязанской области. Лоскутная техника привлекла огромное число в современных художников-профессионалов. Эта техника не так проста, как может показаться на первый взгляд. От художника требуется не только владение навыками шитья, но и тонкое чувство стиля, цвета и, конечно же, вкус. Хороший результат возможен лишь при высокой точности кроя и сшивании элементов. Разница буквально в несколько миллиметров может привести к перекосу всего изделия. Требуется в совершенстве владеть как ручной, так и машинной стежкой. Термин «стегать» означает прошивать насквозь прокладку из ваты, слоя ватина или любого другого материала, помещенного между двумя слоями декоративной ткани. Стежка может иметь различные узоры, которые дополнительно украшают изделия. Чего только не шьют мастерицы из разноцветных лоскутков. Ими создается множество разнообразнейших вещей – от тряпичных кукол, одеял, скатертей, подушек, занавесок, прихваток, ковриков до панно и картин, а также сумок, шакетов и жилетов. Имея развитый вкус, художница обладает полной свободой в выборе тканей и составление своего собственного, всегда неповторимого рисунка. Овладение тонкостями данного самобытного искусства требует терпения и запаса времени. История развития лоскутного шитья не завершена и в наши дни. Во всем мире такое ремесло возрождается заново. Многие страны претендуют на приоритет в данной сфере прикладного творчества. Пожалуй, правильнее всего считать его интернациональным искусством, принадлежавшим целому миру. Чтобы научиться лоскутному творчеству, необходимо в первую очередь желание и терпение. Нужно освоить многие технические приемы и секреты лоскутного шитья, потому что никакая самая красивая ткань и замечательный рисунок не скроет кривой строчки и неаккуратной работы. А для тех, кто хочет овладеть техниками лоскутного шитья, мы предлагаем список книг, которые есть в нашей библиотеке. Продолжение следует... Продолжение следует...